После удара автомобиль с полицейским внутри перевернулся. Авария произошла в Озерске. Момент ДТП с участием служебной машины покажем прямо сейчас. Эти кадры уже отсмотрели в главке. Вот полицейская машина с включенным проблесковым маячком и сирена спешит на вызов. А водитель легковушки не пропустил спецавтомобиль. От удара служебное авто перевернулось. В салоне служитель закона был один. Он не пострадал. Сотрудники полиции проведут служебную проверку, изучат все обстоятельства и дадут произошедшему объективную оценку. сообщили в региональном главке. А это экстремальная поездка на общественном транспорте по Челябинску. Двери в трамвае номер 22 не закрылись. У вагона сломался механизм. Челябинцам пришлось прокатиться с ветерком, крепче держась за поручни. А эти кадры снял пассажир автобуса в Копейске. Над входом в транспорт часть обшивки вот-вот сорвется. Люди обвинили в этом не хлипкую конструкцию транспорта, а плохие дороги и некоторых пассажиров-хулиганов. Водитель легковушки решил наказать водителя грузовика на трассе Челябинск-Екатеринбург. Южноуральскому водителю не понравилось, что большегруз пошел на обгон легковушки прямо перед ним. В итоге после маневра обогнал авто, стал прижимать к обочине, заставил скинуть скорость. А потом довольный поехал дальше. Родителей накажут, если они не дадут детям ремня. Во время весенних каникул сотрудники ГИБДД проверят, как мамы и папы перевозят детей. Одним из эффективных форм профилактики во время патрулирования городских улиц является обращение к пешеходам и водителям, используя возможности сигнального громкоговорящего устройства. Идать и в утро, когда сопряженные части убедить, и до водителя каждого последствия пропускают. Школьные каникулы начнутся с 21 марта, а закончатся 3 апреля. Все это время дорожные полицейские будут проверять правила перевозки малышей. А еще просят напомнить школьникам о правилах дорожного движения.